Здравствуйте! Убрали картофель. А что делать дальше, чтобы в следующем году урожай вас порадовал? В этом видео я постараюсь ответить на ваши вопросы и подсказать своего опыта некоторые нюансы. Ну что ж, начинаем! Первое, что необходимо сделать, у нас участки маленькие. И тот севооборот, который нам рекомендуют многие ученые, нам не подойдет. Почему? Потому что нет у нас таких возможностей, чтобы на прежнее место картофель возвращался через 4-5 лет. Он у нас проходит быстрее. Уже на третий год обычно картофель растет на том же самом месте. А иногда случается такая ситуация, что нет земли, не позволяет земле просто куда-то переносить картофель. И растет он из года в год на одном месте. А урожай его мы хотим иметь хороший. Что сделаем? Первое, что необходимо сделать, значит, надо оздоровить почву. Все начинается с почвы. Оздоровить почву мы можем несколькими путями. Во-первых, оздоровим почву это с помощью седератов. Любые седераты оздоравливают почву. Особенно картофелю нравятся красноцветные. Это рапс, горчица, редька. После них он растет очень великолепно. Это раз. Но запоминается такой нюанс. Если вы убираете картофель после 10 сентябра, эти седераты уже не окажут какое-то действие. Потому что погода становится холодная. И даже в наших белорусских условиях они вырастают маленькими. И заметного улучшения почвы они не окажут. Что мы будем после 10 сентябра съесть? Есть только 4 культуры, которые посеем после 10 сентябра. Кажется седератов. Это озимая рожь, озимая вика, тритикали и овес. То есть почти злаковая группа из бобовых одна вика. Но не забывайте, что первые культуры, три культуры, которые я назвал, они могут сходить на следующий год и доставить вам неприятности. Поэтому съем овес и его масса хорошая нарастет к ноябру месяцу. И мы сможем потом заделать почву. Почему? Опять же, предвижу вопрос. Картофель требует органики. Любая органика, чтобы не вносили, она минимализуется в почве и становится доступна для картофеля во второй половине лета. Поэтому на зиму органику под картофель мы заделываем. Обязательно. Заделали органику под картофель. Но тут есть опять же нюансы. Смотрите, картофель наш рос. На нем, если первый год у него не было болезней, не было там фитофтороза, гниля не было никаких, значит, на следующий год они будут появиться. Поэтому перед тем, как даже съем седераты, или вносим органику, что мы сделаем? Сейчас есть масса препаратов. Я покажу просто. Есть почвоулучшитель. Хотите, используйте почвоулучшитель. Хотите, используйте антисерню, но обязательно обрызгаем почву, потому что на любом участке это у вас не метр, не два, гораздо большую площадь под картофель отводим. Обрызгаем этим препаратами. Как применять на бутылочке указано? Ну, и замечу, что в жидкой форме это 100 миллилитров на 10 литров воды. В сухой форме 2 чайные ложки на 10 литров воды. Опрыскиваем почву, значит, что все бактерии, микробы, которые есть на поверхности почвы, они просто-напросто уничтожаются. Значит, на следующий год они не будут вредить нашему картофелю. И вот что еще происходит с этим препаратами? Особенно с антистерней. Все растительные остатки минерализуются, и к весне не превратятся в хорошее питание для нашего картофеля. Точно такое же явление будет происходить, если мы пройдем по органике. Рассыпали органику по поверхности почвы и прошли этими препаратами. Прошли, значит, наша органика будет минерализоваться, и снова она станет доступна для картофеля, и картофель даст хороший урожай. Но седираты, как я уже сказал чуть в начале, тоже стараемся под картофель на зиму заделывать. Почему? Потому что седираты заделаны под зиму, они у почвы разлагаются, температура почвы опускается медленно, поверхность замерзает, а внутри что тепло, и они к весне становятся доступны для растений. Это одна причина. Вторая причина, что седираты заделаны с осенью в почву, делают почву рыхлой. Почва весной не слеживается, значит весной раньше прогреется, и раньше можно посадить картофель. И еще, кстати, вы можете сделать такая подсказка. Осенью сразу же заделали седираты и сделали гребни. Сделали гребни, и в эти гребни будете весной высаживать картофель, поверьте, где-то на 10 дней раньше обычных сроков, чем вы высаживаете. Гребни будете прогреваться, органика там уже разложится, которая есть, и ваш картофель даст прекрасный урожай. Также с осенью мы постараемся внести, кроме всех этих работ, что я назвал, седирация, внесение органики, постараемся внести минеральное удобрение. Особенно это касается фосфонных и калийных. Из азотных удобрений осенью можно внести только сульфат аммония. Это также приветствуется. Ну и если вас на участке замучил уже, конечно, хвост, картофель, хотя и переносит кислые почвы, но не настолько, небольшое известкование не помешает. Но известкование на картофеле проводим только осенью, и только лучше в наших условиях белорусских это использовать доломитовую муку, потому что она богаче по составу, содержит и кальций, и магний, и картофель отзовется хорошей прибавкой урожая, чистых клубней. Если известкование отложить на вес, ну, значит, картофель может повреждаться паршой. Вы это явление видели, именно происходит на известковых почвах. Ну, сильно известковым удобрением не увлекайтесь, пойдет точно так же и зола, рассыпайте поверхности почвы, зола точно так же дождями и ветром, или при заделке почвы, она будет попадать в почву, и на следующий год послужит хорошим питанием для вашего картофеля. А содержащаяся в золе калий обеспечивает нам хорошее вкусовое качество, то есть повышенную крахмалистость клубней. Так что резервы эти есть у вас, используются эти все приемы, как бы я назвал, четыре такие мероприятия, и вы будете на следующем году на том же самом участке иметь хороший урожай картофеля. И у вас будет мало проблем с болезнями и вредителями, потому что на чистой земле не селятся вредные объекты. Хорошего вам урожая. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова